Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого. Это канал Лёша Играет. Немедленно на него подписывайтесь, если вы ещё не подписались. И это первое видео обзора аддона к пятой циве Brave New World. Дивный новый мир. Привет, Олдус Хаксли. Так, ну, я собирался вообще, как вы, если вы видели моё предыдущее видео, я уехал в отпуск и пытался вот данное видео сделать видеотрансляцию. Полтора часа мучился, мучился, там около ста зрителей собралось, подписчиков, всем я подбадривали, но, к сожалению, не получилось. Не получилось слишком маленькая исходящая скорость, поэтому нет. Опять по-прежнему записываю я видео в обычном режиме, озвучиваю потом его, хотя мне там мои зрители писали, мол, озвучивай прямо в процессе игры и быстрее выкладывай. Нет, я так не могу, я не хочу делать летсплей, я хочу всё-таки не тратить ваше время и разбираться, что новое в аддоне, сначала сыграв, а потом уже вот записывая голос сверху на видео, говорить о новых вещах аддона. Итак, я буду играть за Бразилию, потому что в первую очередь я хочу попробовать новую культурную победу, а в соперники поставлю все новые нации, кроме Индонезии. Ну, я играю на большой карте, по-моему, а на стандартной, на стандартной, это значит 8 игроков может быть на ней, а новых наций 9, поэтому я поставлю всех, кроме Индонезии. Но так как я играю на Пангеи, чтобы быстрее всех встретить, то бонус Индонезии тут не очень будет работать, именно поэтому я Индонезию убрал, а не какую-то другую нацию. Ну, и за Бразилию, чтобы туризм больше был. На сложность я поставил князь, всего лишь четвёртый уровень сложности, так что не ожидайте здесь каких-то тактических изысков. Четвёртый уровень сложности – это, ну, по-английски «принц», видите, написан. Это значит, что ни я, ни компьютер не получает никаких бонусов. Напомню, если уровень сложности ниже четвёртого, то, как-то сказать, не у вас будут бонусы, а компьютер будет получать штрафы, там меньше денег, прочее. А если выше четвёртого уровня сложности, то у компьютера будут дополнительные всякие плюшки, то есть больше золота, там, каких-то юнитов. Выше всё поднимаясь до божества, я не буду на этом останавливаться. Главное, я всегда игры, знакомство с любой игрой начинаю со стандартного уровня сложности. И потом уже, если она мне понравилась, то повышаю уровень сложности, чтобы было играть интереснее. Я вообще считаю, что надо играть на том уровне сложности, на котором вам относительно сложно играть, но при этом вы не проигрываете. То есть не обязательно вот себя мучить и заставлять там на божестве или... Вот я, например, против компьютера на божестве практически не играю никогда. В целом я играю на седьмом уровне сложности, потому что для меня божество, я считаю, немножко... Ну, это какой-то мазохизм. Поэтому всегда... Я вот не помню, как он называется, седьмой. Ну, вот здесь для первого знакомства с аддоном я выбираю четвёртый уровень сложности и Бразилию. Итак, смотрим на местность. Вокруг джунгли. Их немножко перерисовали, кстати, но это ещё после патча было видно. И я решаю играть через четыре города. Сразу вам скажу, буду через четыре города играть. И на культурную победу. То есть нужен туризм, нужна культура и так далее. Ну, пока всё традиционно. Каких-то больших отличий я не вижу. Ну, конечно, тут вот, видите, новые какие-то в животноводстве, видите, караваны появились. Ну, останавливаться на технологическом древе тоже не хочется. А вот храм Артемиды, видите, в аддон не добавили чудеса из DLC Чудеса Древнего Мира. То есть храм Артемиды у меня есть, потому что у меня есть этот добавляемый контент. Оттуда перешёл только Зевс, храм Зевса. Его можно строить только, если вы честь примите. Кстати, вот тоже интересное нововведение. Определённые чудеса можно строить только приняв определённые политики. После принятия традиции... О, увеличили население, это очень хорошо. После принятия традиции вы можете строить висячие сады, но только после принятия традиции. Если вы принимаете другие политики, висячие сады не построить. Пирамиды можно строить после принятия воли. Вот храм Зевса после принятия чести и так далее. Уфицы можно строить после эстетики принятия. Ну, это, опять же, на это посмотрим, когда будем принимать общественный институт какой-нибудь. Ну, вот видите, мечеть Дженне после принятия набожности, запретный дворец после принятия патронажа, ну и так далее. Не буду на этом останавливаться. Кстати, видео будет коротким, наверное, минут 20. Я постараюсь хоть выложить сразу, чтобы побольше впечатлений. А то у меня уже в комментариях надоели писать, когда будет обзор по новому аддону. Ну, вот я буду постепенно, с течением игры, вот всякие новые, что новое тут появилось, и вам и рассказывать. Ага, вот видите, на карте можно включить отображение торговых путей. Ну, их пока вообще, этих торговых путей нету, но я уже сразу это включаю. Вот я тут переключаю между режимами, посмотреть, как карта отображается. Вообще, изменения вот в картинке произошли еще после патча. То есть, их можно было видеть в Guts and Kings, но я вот только сейчас более серьезно на это обращаю внимание. Конечно, пока не очень привычно. Да, кстати, я играю на стандартной скорости. Вы уже привыкли у меня в сетевых играх видеть, что на быстрой скорости игра идет. Нет, тут стандартная, чтобы лучше во всем разобраться. Вообще, самое, пожалуй, главное изменение в аддоне, по моему мнению, это то, что убрали золотые монетки с клеток рядом с рекою. Теперь, я думаю, что расти городам будет довольно сложно, и вообще игра через традицию будет явно изменена, и опять же будет сложнее вот так выигрывать чисто развитие. Дело в том, ну, вообще, моногород, я считаю, что просто убрали полностью. Я не вижу, каким образом сейчас можно вот в Brave New World играть одним городом и выигрывать им. Проблема в том, что раньше, когда вы выращивали город, это заключалось в том, что вы ставили жителей на клетки с как можно большим количеством еды, а это обычно именно клетки рядом с рекой, и эти клетки плюс еще и давали вам золото. То есть, у вас не было проблем с золотом, вы могли быстро выращивать город, а большой город давал и большую науку. Таким образом, вы, ну, вот, кстати, время принятия политики, видите, я сейчас размышляю, что принимать. Так как я играю против компьютера, то нету смысла идти на традицию, но я сейчас рассматриваю, какой из политик даст мне наибольшее количество культуры. И вот читаю, что тут набожность дает, потому что его набожность уже можно сейчас принимать. Раньше, я напомню, надо было выходить в классическую, по-моему, эру, да, а сейчас вот набожность присоединилась к чести, воле и традиции, и можно принимать политики сразу. Но, по-хорошему, как и раньше, играя на культуру, традиция, видимо, лучший выбор именно первый. Это просто принятие традиции, я не говорю, что надо закрывать ветку, потому что дает плюс три культуры. А чем больше вам культуры дается, тем, соответственно, быстрее у вас культура растет. Более того, в этом аддоне немножко изменились культурные здания, немножко, а конкретно изменились. Они будут давать немного науки после постройки. Поэтому я сначала принимаю традиции, а потом решаю, что приму набожность. Потому что все-таки религия для игры через культуру очень тоже неплоха. Она дает определенные культурные бонусы. То есть, помните, там плюс две культуры от храма, плюс там сколько это культуры от Эрмитажа. И сейчас, как мне кажется, вот в этом аддоне это еще важнее, потому что, еще раз скажу, что культурные здания, например, там театр перестал давать плюс три культуры. Он дает только плюс одну культуру. Но, правда, у него появились слоты для великих людей, для всяких артистов. Причем от каждого здания, ну это дальше вы увидите. Каждое здание определенный слот дает там для писателей, для музыкантов, для художников. Это зависит от тех национальных чудес, которые вы построите. Но, опять же, это лучше визуально, потому что, когда я читал описание, я немножко себе по-другому представлял, чем то, что на самом деле в игре стало. О, Большой Барьерный Риф. Я, кажется, знаю, где у меня будет второй город стоять. Очень хорошее место. Тут рыба, олени, Большой Барьерный Риф. Риф будем сюда ставить. Ух ты, смотрите, сколько вкладок новых появилось. Ну, тут как бы не думаю, что у меня будут проблемы в демографии. Да, мирового конгресса еще нет. Не думаю, что у меня будут проблемы с демографией, потому что все-таки уровень сложности князь. Несмотря на то, что я впервые знакомлюсь с аддоном, не думаю, что у меня будут какие-то тут проблемы с победой или с доминацией. Но, тем не менее, много... Ну, еще одна клетка Большого Барьерного Рифа. Ну, они тут рядом, конечно. Да, вот это место, куда надо второй город ставить. Вообще, сейчас будут очень важны любые клетки, которые дают несколько сразу ресурсов. То есть, не одни, а там яблоки. О, вот и город-государство. Так, давайте посмотрим, что он нам может... Вот, он нас боится. Видите, они увидели вашу военную мощь и дадут контрибуцию. Давайте попросим. О, смотрите, чудо случилось. То есть, наконец-то разработчики догадались, что надо писать, каким образом нас боятся. Видите, минус 110 базовое сопротивление, но плюс 100 моя мощь и плюс 40 за то, что войска рядом с городом-государством. Вы понимаете? И сейчас вы сразу можете понять, почему вам либо не дает город-государство дань, либо дает его. Ну, слава богу, тут это разработчики. Молодцы. Ну, конечно, как молодцы? Давно надо было это сделать, а то столько вопросов по поводу этой дани было. Ну, теперь можно спокойно хоть понимать, почему дают дань, а почему не дают. А я вот сейчас скаутом обработку бронзы нашел, и видите, там теперь железо находится. Это очень важный момент, надо обратить на это внимание, потому что теперь вы можете более точно планировать размещение ваших городов, и железо на карте появляется раньше, чем юниты, которые его используют. Это, по-моему, тоже более правильно, потому что касательно всех остальных ресурсов, сначала всегда появлялся ресурс, а потом юнит, который его использует. Даже с ядерной бомбой сначала уран появляется, а потом технология, которая позволяет атомную ракету строить. А с железом было не так. Железо вместе с мечниками появлялось, и вам, во-первых, это железо еще найти надо поставить, там город. В общем, проблемы были, и теперь мечниками, видимо, будет проще раши делать. Ну, хотя как проще? Тут вообще проблема с родними рашами намечается, потому что золота-то немного будет даваться от города в связи с убиранием золота от клеток реки. И вообще, как получать больше золота вначале не очень понятно, всего один торговый путь. Я вот сейчас небольшую ошибку делаю, решаю купить скаута из-за того, что, типа, конгресс, тоже новое введение в этом аддоне, конгресс образовывает тот, кто первым открывает все нации, находит. Я вот об этом подумал, решил, вот, сейчас скаута сделаю, быстрее всех найду. Но я забыл о втором условии для конгресса, что надо открыть печатный станок, технологию. Напомню, что технология печатный станок находится так далеко, что к тому месту любая нация уже всех найдет. Поэтому, на самом деле, чтобы заполучить конгресс, надо всего лишь первым открыть печатный станок. Я очень сомневаюсь, надо очень постараться, чтобы к моменту открытия печатного станка не найти все нации. Поэтому вот этот купленный скаут, по-моему, зря потраченные деньги. И вообще, я считаю, что при игре с компьютером разведка не так рулит, как при игре против живого соперника в сетевой игре. Поэтому покупать скаутов в игре против компьютера очень не рекомендую, на самом деле. Ну вот, наконец-то, открыл я караваны. Можно будет их строить, правда, еще нет смысла, потому что не видно ни чужих городов, ни своих городов построено. Можно вот отправить в город-государство внизу, но позже. Также, вы видите, построил рабочего, отправляю его вырубать лес. Но вот сейчас я тоже, как бы уже сыграв определенную часть игры, понимаю, что вырубка леса тоже на данный момент не самый лучший ход. Вот, лес находится рядом с рекой. Вот раньше, до выхода от Дона, надо было вырубать, вот, границы чьи-то, интересно, чьи. Надо было вырубать лес рядом с рекой и строить там ферму для того, чтобы город быстрее рос и так далее. Но в данном случае, вот сейчас я понимаю, что важнее, вот давайте, кстати, посмотрим, как боится менять. Ну, написано, что не боится, но за счет чего? Я сейчас хочу посмотреть, как влияют, какие атрибуты. Ага, ага, видите, плюс ноль к войскам рядом с городом. То есть, скаут не считается войском рядом с городом и государством. А вот... О, мне было интересно, что скажет Казимиш Третий, Казимир Третий. Вообще смешно, он говорит, я Казимир Третий Великий. Я Казимир Великий. Представляете, чтобы кто-нибудь из государей так себя пафосно называл сразу. Но самое что-то меня удивило, что он сказал, правитель князства польского, княжества польского, что-то странно. И по-польски королевство-крулевство будет, а не князство. Что-то как-то тут обидели Казимира. Кстати, последний император из династии Пястов был Казимир. Вступил на трон с очень большими проблемами для Польши. То есть, его не зря прозвали Великим, он эти проблемы разрешил. То есть, когда он вступил на трон, очень много войн Польши вела, причем проигрывало практически во всех них. Внутри государства были большие проблемы. Но Казимир сначала со всеми мир заключил, потом решил проблемы внутри государства. Ну, конечно, это все относительно, но все-таки проблемы были решены. А потом и занялся завоеваниями. И, кстати, завоевал Галицию, вот тот же Львов. И, я думаю, украинцы, западные украинцы будут за Польшу любить играть. Но, к сожалению, на нем династия Пястов прервалась, зато началась династия Егелонов. Это привело к объединению с Великим Княжеством Литовским. Как видели, я в социальных политиках принял легализм, бесплатные культурные здания в городах. Мы же все-таки по культуре и по туризму идем. Это должно быть связано между собой. И вообще я хочу сказать по поводу социальных институтов, что, похоже, вот в аддоне именно сделали так, что нету смысла идти по какой-то одной ветке. Больше разнообразия, больше комбинирования желательно. Потому что вот та же традиция. В чем раньше был кайф традиции? Что очень быстро рост город вырастал, и вы получали и большие города с большим количеством золота, которые быстро растут, и, соответственно, большое производство. Здесь же, в аддоне, получается, что рост города только ради роста города, и все. Ну, да, это немножко сказывается на науке, естественно. Чем больше город, тем больше он науки дает. Но золото откуда брать? Теперь не откуда брать золото. И как у вас будет просто большой город, выращенный, но золото он вам давать не будет. И при переключении там между едой и производством только. Поэтому я вот и говорю, что не стоило, например, вырубать лес, потому что он дает и производство, и еду. А просто вырубленный лес, ну, в данном случае, видите, лес находился на холме. То есть, тут еще неплохо. Можно выгоднее, пожалуй, на холме построить ферму, чем в лесу построить лесопилку. Потому что ферма на холме – это после открытия гражданской службы будет два яблока и два молотка. А лесопилка в лесу – это одно яблоко, и после открытия, не помню, чего еще, то есть плюс молоток, то есть будет одно яблоко и три молотка. По-моему, два яблока и два молотка лучше, чем одно яблоко и три молотка. Ну, опять же, это надо исходить из местности или из специализации города. Если же вырубать лес на равнине, вот на лугу, которая рядом с рекой, и построить там ферму, то теперь она будет давать только четыре еды и все. То есть еда ради еды. И переключать город на четыре еды, у вас город будет просто больше ничего не давать, кроме еды. И будет, ну, рост, конечно, подразумевает увеличение науки, но опять же, наука ради чего? Теперь вот невозможно будет ударяться только в науку, где-нибудь там сесть на отдаленном острове, удариться в науку и спокойно себя развиваться, не ждать, пока к вам придут. Теперь, наоборот, выгоднее, видимо, находиться в гуще событий, чтобы торговать с как можно большим количеством людей, а не на изолированном острове, и сам себе там... Теперь изоляция будет приводить к тому, что вы действительно будете изолированы и отставать в развитии, как, в принципе, происходило в предыдущих частях Цивы, между прочим. Потому что, ну, только в том случае вы не могли торговать наукой, а в данном случае вы будете просто без золота. Я считаю, это очень классное нововведение. Кстати, вот в древе технологий торговые пути разнесены так, чтобы опять отвадить вот от пути развития из прошлых частей, когда мы шли по письменности, философия, потом гражданская служба, университет. То есть открывали технологии, которые как можно быстрее выращивали города, и плюс технологии к науке, которые увеличивали науку. Здесь теперь надо открывать торговые пути, чтобы больше торговых путей было, и эти торговые пути находятся совершенно не по пути вместе с технологиями роста и науки, что тоже очень правильно. Кроме того, еще раз повторю, что увеличилось влияние ресурсов, которые дают несколько бонусов. То есть соли. Вообще лучше всего ресурсы теперь, которые будут давать и еду, и золото. Потому что уменьшилось клеток с едой и золотом на карте. Любые ресурсы с двумя и больше, как за тавтологию, простите, ресурсами, это must-have просто. Поэтому вот и барьерный риф мне так сподобался, вы бачайте за белорусскую мову. Потому что там, видите, и наука, и золото, и что там еще было, и еда. То есть сразу много всего будет даваться. И с этим, видите, на этих картах будут проблемы. Вообще. Поэтому соль, видимо, будет очень классная. Олени те же. Да, вот лошади. Тоже очень ничего. Ну, все, все ресурсы, все ресурсы очень хороши. Вон я свинки вижу, аж три. Дают разного и молоточек, и золото, и еду. И поставим еще лагерь, еще будет больше что-то давать. Так что, так, это мы кого нашли? Это мы нашли Марокко. Чувак, кстати, в шапке на моем канале. Там написано умные игры. Вот он, Ахмат Аль Мансор. Ну, я, кстати, вижу, что тут как-то не подвезло Марокко. У него, там же у них все бонусы в пустыне даются. Я что-то смотрю, Марокко совсем не в пустыне почему-то. Хотя, вроде, вот и Ассирия. К сожалению, не знаю ассирийского, поэтому не могу сказать, что он нам там сейчас говорил. Но вот, видите, я уже, осталось мне только двух. Я двух не нашел. Это, по-моему, Шошоны и Зулусы. Где-то они прячутся от меня. У ассирийцев соль есть, и коровки очень неплохое место. Но фейл, конечно, у марокканцев, что они не в пустыне. Конечно, надо посмотреть, что там вокруг, еще они все обсмотрел. Но как-то без пустыни грустновато будет. У Марокко уникальное улучшение. Казба называется. И оно дает один молоток, одно яблоко и одно золото именно в пустыне. И оно строится только в пустыне. Еще плюс 50% защитный бонус. То есть, представляете, это строится в пустыне. Плюс еще строится Петра. И у Марокко вообще офигенно все. Ну и уникальный юнит. О, смотрите, тут вообще у них тундра. Марокко в тундре родилось. Офигеть. И уникальный юнит. Берберская кавалерия, которая заменяет обычную кавалерию. И у нее бонусы на своей территории и в пустыне. То есть тоже пустыне необходимо. Правда, уникальный бонус в Марокко никак от пустыни не зависит. Врата Африки. Плюс 3 золота и плюс 1 культура за каждый международный торговый путь. И, кстати, тот, кто создает в Марокко торговый путь, тоже получает плюс 2 золота. Так что вот с Марокко очень выгодно торговать. Международные пути создавать. Но и золото они будут поднимать неплохо. Так что очень неплохие, уникальные бонусы. Ну, вот видите, я тут уже веду своего поселенца. Раз уж и заговорил ли о цивилизациях новых, давайте я расскажу о тех, кого я уже встретил. Кого мы там первого встретили. А вот как раз Мария мне предлагает дружбу. Вот тут я, наверное, зря отказался. Надо было соглашаться на дружбу с Португалией. Потому что мы играем туризм-культура. То есть миролюбивая абсолютно нация у нас будет. И дружба только поможет этому. Значит, у Португалии уникальное свойство. Закрытое море. У них в два раза больше золота от разнообразия ресурсов в международных торговых путях. Что это такое, я, наверное, уже в следующей серии расскажу. Что такое разнообразие торговых путей. Потому что выгода от торгового пути, оказывается, не просто вот вы проложили торговый путь бездумный из одного города в другой. А лучше всего прокладывать торговый путь из города в город, у которых много всяких ресурсов рядом с городом. Это тоже офигенно сделали, чтобы торговые пути с умом приходилось прокладывать. Дальше уникальный юнит НАУ, который заменяет каравеллу. Он мало того, что быстрее передвигается, так еще и может продавать экзотические товары на дальних морях. Вот такое описание. И получать будет за это золото и опыт. Видимо, надо поиграть, чтобы точнее понять, что это значит. И уникальное улучшение местности, фактория. Она строится на территории городов-государств и дает ту копию ресурсов, которые этот город-государство производит. Понимаете, да? То есть, если у вас нет ресурса, который есть у города-государства, теперь не надо его захватывать, а просто построить факторию, и вы его получите. По-моему, офигенные бонусы. Дальше мы встретили Польшу. У Польши уникальное свойство солидарность. Ну, это все просто. При входе в любую новую эру бесплатный общественный институт. То есть, считайте, как будто вы в каждой новой эре строите оракул. Уникальный юнит Крылатые гусары, которые заменяют Олан. У них какие-то бонусы против верховых отрядов. Тоже надо поиграть, разобраться. О, смотрите, смотрите, Мамбаса почему не дает. Вы видите, минус 300 за low population написано. То есть, за низкое население в моих городах. Оказывается, количество населения тоже влияет на то, даст город-государство контрибуцию или не даст. Очень интересно. Вот это, мне очень нравится это нововведение, что я теперь наконец-то могу видеть, почему города-государство дают или не дают контрибуцию. И так будет лучше соображаться и лучше, ну, можно будет более стратегически играть. Ну, и уникальное здание у поляков. Княжеская конюшня. Понятно, что заменяет обычную конюшню. А вот согласимся мы на посольство с Португалией, потому что мы таким образом увидим ее столицу и сможем туда торговый путь, если что, направить. Итак, заменяет обычную конюшню, дает плюс одно яблоко и одно золото за каждый обрабатываемый ресурс лошадей, овец или коров. Так что, если вы играете за Польшу, то выбирайте места рядом с овцами, коровами и лошадьми. У вас еще больше будет всяких плюшек за это даваться. Так, кого мы тут еще нашли? Нашли Ассирию, да? Ну, у Ассирии очень классный бонус. Она получает уникальное свойство нации. При захвате вражеского города вы получаете технологию этой цивилизации, одну, если она у вас не открыта. Называется Сокровище Ниневии. Уникальный юнит – Осадная башня, которая заменяет катапульту и дает соседним отрядам боевой бонус против городов. То есть, можно три таких катапульты своих рядом поставить, они будут друг другу давать бонус. Ну и атакующим другим юнитам, соответственно, тоже бонус. То есть, города берутся только в путь. Единственная проблема, что я вот вижу, что в начале игры все-таки немного золота у нации. Вообще, как в начале игры захватывать? О, смотрите, какой интересный новый экран нападения на город. То есть, он показывает, какие... Ну, правда, в данном случае никаких торговых путей не было и союзников. Но будет показывать, какие союзники и торговые пути с этим городом налажены. Так что, не просто так мы теперь будем против городов-государств воевать. Вот видите, я тут выбираю между божеством или традицией. Почему божество неплохо? Там есть институт, который плюс 10% к золоту теперь дает от храмов. А с золотом проблемы в этой игре. Тут поляки помогают марокканцам расправляться с варварами. Так, ну и уникальное здание. Царская библиотека у Ассирии, которая заменяет, понятно, обычную библиотеку. И дает дополнительно науку и очки опыта военным отрядам, если в ней размещен шедевр. Ну, здесь пока сложно что-либо говорить по поводу этого здания. Надо играть, смотреть. Ну, очки, понимаете, шедевр не сразу появляется. И вначале начальным юнитам вы не сможете таким образом давать очки опыта. Но потом, видимо, это очень неплохой будет бонус. Так, и кого еще? Венеция еще. Венеция у нас открыта. Ну, Венецию называли гиперкубом перед запуском этого аддона, потому что у нее очень необычные свойства. Сиренесима. Они не могут создавать поселенцев, не строить, не покупать и аннексировать города. Зато получают в два раза больше торговых путей, а после открытия оптики получают венецианского купца. Также можно покупать отряды и здания в марионеточных полисах. Так вот, венецианский купец, это уникальный юнит уже, он заменяет великого торговца и может превратить полис в марионеточное государство под контролем Венеции. То есть вы с помощью своих купцов великих, ну, в данном случае венецианских купцов, просто покупаете города-государства, и они переходят под ваш контроль. И вначале, вот, например, если играть через волю, то вместо поселенца в общественном институте вольном Венеция получает как раз венецианского купца. То есть вы сразу открываете оптику и идете по воле, и у вас практически сразу еще два города будут уже вашими марионетками, можете делать их марионетками. И плюс у вас в два раза больше торговых путей. Вы таким образом, ну, я не знаю, как будет в сетевой игре, но так вообще очень интересно это выглядит. Я не буду, я не знаю, как сейчас сказать, сильные это нации или слабые, но это очень интересно. Ну и уникальный юнит, большой голиас, который заменяет обычный голиас, он более дорогой и мощный, ну и, соответственно, воевать с ним будет веселее. Опять же, видимо, на морских картах Венеция будет рулить, как мне кажется. Так, ну, я на этом прекращу первую серию, уже наговорил больше 30 минут. Давайте я разобью, чтобы не задерживать с выпуском видео. Будет несколько серий вот по обзору аддона, и буду я в это время играть за Бразилию. А с каждым открытием каких-то новых особенностей, собственно, про это и рассказывать. Спасибо, что дослушали до конца. Вы слышали Лешу Халецкого. Канал Леша играет. Подписывайтесь. Ну и пишите в комментариях, вот такая форма подачи устраивает ли вас. Или надо сделать большое обзорное видео на весь аддон, но это, естественно, займет намного больше времени. Все, удачи, играйте в умные игры. Спасибо. Спасибо.